И знаете, какая мысль первая в голову пришла? Какого хрена мне 37 лет, я до сих пор здесь не живу? Музыка Чтобы дойти до Ласточкиного гнезда, нужно преодолеть подъем, вроде как из 400 ступеней Музыка Следующая остановка Ялта В Ялте я буду совсем недолго, я думаю, часик-полтора погуляю И сразу мне надо найти автобусный вокзал и перебираться в Севастополь Потому что на сутки снимать смысла нету, у меня всего осталось два дня И 26-го вечера мне надо выехать в Краснодар Музыка Музыка Погнали будем Музыка 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 Самое время пройти погулять по городу и посмотреть что здесь есть В Ялте у меня времени очень мало Мне надо сегодня добраться до Севастополя Ну Не знаю, пока что рано что-то говорить о своих ощущениях, но Ялта Очень круто По крайней мере я имею ввиду природу Блин, вот Крым реально крутой тем, что здесь Везде Разная природа Вроде Маленький полуостров, а все по-разному В Ялте одна Сюда второй Ялта совсем только третья Это блин, так круто Я вот именно от этого очень соскучился В Беларусь Все круто, все здорово, но она одинаковая везде А здесь все разное То есть ты проехал пути, ты уже попадаешь в совершенно другой мир Посмотрите на эту красоту Набережная, на которой я сейчас нахожусь Это такое, ну скажем так, лицо города Одна из центральных улиц, по крайней мере в курортный сезон она таковой является Мне вот вопрос, который я пока не имею ответа А где местные живут? То есть вот смотришь вокруг, одни отели, отели, отели какие-то Достопримечательности А вот где люди живут, не понятно Ты, ну как же тут красиво, а? Так посмотрите на это, на даче охренеть может Магазины, торговый центр, столовая Ого, нам сюда Как Rodeo Drive сделали, походу оттуда слезали Элитные магазины всякие разные Банки, рестораны Очень круто на самом деле Очень вкусно Очень забавные ассоциации напрашиваются Первый город, в котором у меня был Феодосия Вообще полный отстой Судак классный, ну такой средненький А это просто вообще что-то с чем-то Ну как будто в какой-то элитный клуб попал Куда твой уровень пока не дотягивает Но есть такое ощущение, не в своей тарелке немножко Здесь интернет тут нормально ловит Автовокзал найден Я вот нахожусь здесь Автовокзал, два километра до него Что-то одного беляша мне очень сильно мало Надо еще что-нибудь сожрать А то я что-то совсем какой-то голодаю Худел уже И устал Домой хочу Короче, я в растерянности С утра я думал Процент 99, что мы переезжаем в Судак Сейчас я побывал в Ялте И мне уже Ялта нравится Потому что я, наверное, даже Где-то побольше, чем в Судак Во-первых, она сама по себе больше Цивилизации здесь больше Во-вторых, крупный город Совсем недалеко И Севастополь, и Севчерополь Здесь, в принципе, они все недалеко И он очень зеленый Просто ты как будто Не в городе находишься Вот такое ощущение Как будто я В таком дендраре Реально Как будто какой-то летний сад Куда-то открыто не было Даже обычная улица Тут смотрите, какая красотень Улица За ней горища такая огромная Это не только самые красивые Из городов На данный момент Крыма Но еще и самый дешевый Только что Ел шаверму Огромную шаверму Реально огромную Все 150 рублей Это меньше, чем в Беларуси В Беларуси среди 80 тысяч стоит 240 рублей А есть 150 Я обожрался как конь Вот Еще люди очень добрые Может, мне так везет Но как-то вот прям Дошел в магазин В канцелярском Не рыпал Спросил, где скотч купить Мне чувак взял Скотч подарил Спросил, как проехать На вокзал Мне тут тоже Давай рассказывать Не перебой Хлево В Феодосии я стоял на вокзале На автовокзале И практически купил Если бы не перерыв Я бы купил билет на Краснодар И уехал домой В Судак Я вообще не собирался И каким-то образом Произошло какое-то непонятное чудо И я взял и попал в Судак Ну, естественно, мнение изменилось Я решил ехать дальше И сейчас я увидел вот это 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 трудно описать Я думаю, что Если мы сюда все-таки переедем Я думаю, что мы сюда переедем По крайней мере на время То мне даже по два, по три влога Если я в день буду снимать Я все не смогу рассказать И описать За полгода, по крайней мере, точно Даже про один-единственный город У меня очень спорные сейчас ощущения Когда я только приехал в Беларусь Шесть лет назад И вот первые, наверное, полгода я ходил С открытым ртом на все на это Смотрел, как там чисто, красиво, опрятно, уютно Комфортно И вот сейчас у меня Ну, практически те же самые чувства Только здесь по-другому Не могу сказать, что здесь чисто Или опрятно Но здесь так красиво, что это Невозможно передать словами Да, влог получается какой-то реально Идиотский Но я под таким впечатлением, что На данный момент Самое красивое место, которое я в своей жизни видел А видел я, поверьте, много чего Тот же Таиланд Ну, не то Абсолютно Абсолютно Да, там есть острова, где море, наверное, покрасивше Но Вот именно сочетание такой природы И такой красоты Я не видел никогда и нигде Какие интересные елки Не менее интересные дворы Честно скажу Что все, что здесь есть Все это красота Она Настолько Делает ничтоженными Вот эти мелочи Нападают там луж Дорог с трещинами Мусора Что даже не замечаешь Если тебе настолько Наплевать Идешь и балдеешь Ну, кто был в Ялте, я думаю Понимает, о чем я говорю И те, кто живут в Ялте Но я могу только Белой завистью позавидовать Представляете жизнь вот в этих домиках С одной стороны вид на горы С другой стороны вид на море Очень много плакатов в городе Единой России Керсинский мост Еще одно из особенных заметил Скутеров много И они почему-то все без номеров Разве в России не нужны номера и права на скутер? А общественный транспорт стоит 10 рублей 10 рублей это Это 33 3 белорусских рубля 30 копеек Дешевле, чем в Минске В Минске 5 и 5,50 В два раза дешевле По крайней мере троллейбуса точно так что проезжают 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 10 рублей Пассажир с билетами на 18 часов 10 минут Приглашается к автобусу номер 459 Добрый день, до Севастополя ближайший Севастополь на 19 часов 137 рублей Отлично Все, ребят, билет взял Очень жаль, что влог в Ялте Получился очень коротким Но он обязательно будет не последним Обязательно сюда вернусь И обязательно проведу здесь какое-то время, чтобы показать и посмотреть Еще много чего Сейчас едем на Севастополь Ну а там видно было Погнали 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 В 19 часов Времени Через 2 часа В 21.00 буду в Севастополе Сниму жилье на 2 суток И нужно будет за эти 2 суток сделать огромную кучу дел Встретиться там с кое с кем И самое главное найти билеты до Краснодара С билетами вообще напряг очень большой Поэтому если едете в конце сезона В 4 сентября Обязательно берите билеты заранее Потому что моя поездка в цвеобразном направлении То есть я чувствую тот еще квест Авиабилеты есть только очень дорогие А чтобы более-менее бюджетно вернуться Это сложно Практически невозможно Но мне нравится когда Такие невозможные задачи как прицелешь Все, я поехал Увидимся в Севастополе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok